Детали КМВ 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 Если речь идет о застройках, город Сочи можно назвать перед веком в этой области. На форуме помимо проектов очень актуальным стал вопрос новых технологий. Были представлены деревопластиковые системы, пластиковая арматура для сейсмических районов, вентилируемые фасады, ледовские системы подсветки зданий, натяжные конструкционные материалы и не только. У нас используются так называемые технологии быстровозводимых объектов, потому что они наиболее предпочтительны сейчас для Сочи, потому что остался очень короткий промежуток времени на реализацию наших программ. Основные материалы, например, из новых технологий, вот эта базальтовая вата, она идет как мягкая, как и плотная. Почему? Потому что она имеет хорошие коэффициенты по огнеустойчивости, имеет хорошую составляющую для нашего жарко-влажного климата, потому что она не боится влаги, не осыпается как стекловата. Хотя форум и был заявлен как межрегиональный, он стал международным, вызвав интерес у испанской строительной компании. Испанцы решили тоже поделиться опытом и найти пути сотрудничества. Малоэтажные постройки актуальны для нас еще и потому, что мы люди южные. Изолированные закрытые пространства многоэтажек по американской методике эгоистического характера нам чужды. Мы привыкли общаться открыто и часто, тем более в тихих курортных городках. Валерия Петрова, Денис Панфилинко, СТС КМВ. Один из наиболее востребованных родильных домов Кавказских минеральных вод и Республик Северного Кавказа, Есентукский роддом, закрывают на плановую дезинфекцию. Подробности далее в сюжете. Осторожно, роддом закрывается. Так положено, раз в год роддом должен закрыться на плановую дезинфекцию. Но это не значит, что малышам, которые постучатся в этот мир с 13 августа по 2 сентября, не откроют двери. Пусть не в этом роддоме, Есентукском, так в другом поблизости. По четным числам наши роженицы, беременные и гинекологические больные, они будут ездить в город Пятигорск, родильный дом. А по нечетным числам город Кисловодск. Есентукский родильный дом у женщин пользуется большой популярностью. И не только на Кавминводах. Сюда приезжают даже из ближайших республик. Вот эта мамочка, например, приехала рожать из Нальчика и не пожалела. Уже второй раз приезжаю сюда. Мне нравится. Очень хороший квалифицированный медицинский персонал, оборудование очень хорошее, вежливые врачи, обходительные, внимательные. И дело тут не только в хорошем технологичном оборудовании. Помогла государственная программа здоровья, благодаря которой родильный дом приобрел то, о чем иные клиники могут только мечтать. Я так думаю, благожелательное отношение к матери и ребенку. У нас очень хорошо относятся к женщине. Персонал весь высоко квалифицированный. С 1 января в Есентуках уже появилось 2186 малышей и 36 двойняшек. Это абсолютный рекорд по сравнению с Пятигорским и Кисловодским родильными домами. Для тех, кто только собирается стать мамочкой, женская консультация в Есентуках работает в прежнем режиме. Наталья Мхаян, Денис Панфиленко, СТС КМВ. 14 августа в Есентукском доме культуры отбирали самых веселых и смешных для нового проекта телеканала СТС «Мясорубка». Коллективы от двух до пяти человек представляли вниманию жюри сценки скетчи. Главным критерием отбора был, конечно, юмор. Оправдались ли ожидания зрителей и судьи, расскажет Валерия Петрова. Для того, чтобы попасть на проект «Мясорубка», ребятам нужно было отослать заявку и видеоматериал того выступления, с которым бы они хотели попасть на проект. Либо прийти на кастинг в городах и выступить в режиме «Живой звук». С такой звездный путь на Кавминодах выбрало четыре команды. Новый проект от «Уральских пельменей» – это шанс каждого, кто играет в команде, обладая чувством юмора и актерскими способностями. Это единственная «Мясорубка», где не перемалывают, а дают шанс. Но пока вы ее не прошли, вы все еще ингредиенты. У нас очень плотный график. Ребята сейчас работают, насколько я знаю, в Казани, кто-то в Екатеринбурге, кто-то вчера прошел кастинг в Питере, сегодня, по-моему, еще и Иркутск. То есть очень много городов, порядка, по-моему, 12 городов, в которых проходит кастинг. И мы разрываемся между этими городами, потому что заезд на проект уже 25-го. Оцениваем текст, оцениваем актерские данные, ну и попадание в формат. Выступление необходимо готовить в формате скетча. Скетч – это мини-постановка с различными элементами от клоунады до музыкальной композиции. Все, что угодно. Главное – смешно. Единственное ограничение, чтобы это не была солянка из шуток и не монолог. Слушай, мы уже пять часов ходим по этому лесу. Может быть, мы заблудились? Спокойно. Спокойно! Спокойно, без паники! Я знаю. Я все знаю. Что ты знаешь? Мы заблудились. Ну ты же наш проводник. Сделай же что-нибудь. Вон, как мы заговорили. Может, вам сделать чай, кофе, постельное белье брать будете? Я полупроводник. Я в лес могу завести, а назад нет. А ты хотя бы знаешь, по какому маршруту мы идем? Это же лес. Ты что, в трамвае? Здесь нет маршрутов. Толстый дело, говорит. Скажи, проводник. А что это такое? Пуп. 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 В первом сезоне около 40 команд будут проходить от первого тура до четвертого, в котором встретятся пятерка лучших. Весомый шанс после кастинга оказаться в столице появился именно у команды «Есентуки-4». У них богатое КВНовское прошлое, но уже почти 10 лет они не выступали в таком составе. Дело в том, что мы играли в одной команде КВН. Команда называлась «Курортный роман», была сборная города «Есентуки». Потом все повзрослели, у каждого появился свой путь в жизни. И как-то так вышло, что в 2012 году эти пути снова сошлись в одной точке. Теперь мясорубка. Да, мы собрались специально только ради этого проекта. И были очень рады увидеть друг друга, увидеть своих старших наставников, увидеть свою родную сцену на кастинге. Что касается формата, мы соответствуем. Но оценка собственных сил – это телевидение. Здесь сложно предугадать, как все сложится. Но мы будем стараться, стараться за весь наш город, за весь наш регион. Проект «Мясорубка» нашел свою нишу как зрителей, так и артистов. У нас нет задачи собрать тех, кого не собрал КВН, как у многих проектов. У нас есть задача собрать другую аудиторию – это STEM – «Стемнический театр странных миниатюр». То есть это именно вот что-то на грани с профессиональным актерским мастерством и с пониманием юмора. То есть есть актеры, да, то есть у нас в конце концов история капустников, да, актерских. Ну там немножко такой некий внутричок, но тем не менее. История капустников достаточно богатая. То есть каждый вуз делает какие-то свои капустники. Есть такая вещь, как театральный этюд, который тоже в свое время вышли и на КВНовскую сцену, и на сцену STEM. То есть, наверное, это STEM ближе, чем КВН. Все четыре команды поразили жюри. Все по-разному. Один коллектив с опытом телевизионным. Мне понравились, в принципе, я ребятам сказал, что, наверное, 90%, что они пройдут кастинг. И три коллектива молодых. Ну вот, наверное, поиграть бы еще ребятам. Это результат. То есть, не было бы результата, было бы плохо, если бы я приехал и никого не увидел. Здесь я увидел хороших ребят, и это результат. Уже состоявшиеся артисты проекта «Уральские пельмени» выступают в новой роли жюри и наставников. Они не только судят, но и помогают. А кто стал самым отборным продуктом во всей стране для этого блюда, теперь остается смотреть на телеканале СТС уже в сентябре. Валерия Петрова, Геннадий Сахацкий, Динс Панфилинко, СТС КМВ. Команда телеканала СТС КМВ узнала, где живет Солнце, и поспешила к нему в гости, прихватив своих друзей-телезрителей. Провела целый день в городе Солнце и в компании СТС Наталья Мхаян. Сегодня в городе Солнце еще солнечнее. Желтые шары, желтые майки, желтые баннеры. Одно слово – лето с СТС. С СТС! Еще не успели расставить в памяти СТС наизимние праздники, как уже и лето с СТС в разгаре. Лето – это, конечно, рай. Это блаженное ничего не делание, мечты о любви и счастье, возможность испытать новые ощущения. Все, кто пришел в этот день в Пятигорский аквапарк, город Солнце, смог убедиться в том, что телеканал СТС – это тоже сплошное удовольствие. Игры, конкурсы, веселье для всей семьи и много-много интересных любимых и взрослыми, и детьми передач. Смотрите фильмы! Конечно, постоянно. В основном сериалы. Молодежь, молодежь смотрим. Папины, дочки любят. Воронины! Молодожены, Воронины, папины, дочки, 80-е. Закрытая школа. Очень-очень интересный сериал. Не пропускаю ни одной серии. Я смотрю «Галерея» постоянно почти. А почему вам нравится эта передача? Ну, потому что она все рассказывает, очень интересно. И в Пятигорске? В Пятигорске. Почему? Потому что он самый лучший на свете. Зритель любит СТС. СТС любит своего зрителя. Прилагает все усилия, чтобы его развеселить. Гонки на матрасах, эстафета с мечом. Забавный флешмоб. Наши девчонки в оранжевых мальчиках с гостями СТС умеют, умеют дарить хорошее настроение. Также умеют классно танцевать. И научат сегодня всех, кто этого захочет, всех, у кого хорошее настроение. И всех, кто пришел сегодня добиваться солнцем, летом и энергетикой телеканала СТС. Легкий ветерок среди звенящего от зноя воздуха, блаженное чувство отдыха в тени, детский смех, озорные горки и много-много прохладной воды. А также юные художники и яркие татуировки. А мне больше всего понравился конкурс «Поставь аватарку с СТС в социальные сети и получи приз». Кто из нас не любит фотографироваться, а получать призы еще больше? Спасибо. А мужчинам, без сомнения, больше всего понравился конкурс «Мисс Бикини». Девушки в ярких купальниках, выписывающие кренделя по несуществующему подиуму, всем на радость. Самые смелые, самые красивые зрительницы. А мне сегодня не стать «Мисс Бикини», потому что я не в бикини. Грациозный заплыв в бассейне, пару улыбок на фотокамеру – и вот она, победительница. Сегодня «Мисс Бикини СТС» Диана Тикота. Вы впервые стали «Мисс Бикини»? Впервые. Да, очень приятно. Очень приятно, такое большое внимание, народ поддерживает. Ты рада за свою девушку? Я очень сильно рад, но я не удивился. Моя Диана лучшая, поэтому она всегда была лучше. Иногда от лета остаются лишь фотографии и несколько ракушек, а вот СТС всегда рядом. Стоит только нажать нужную кнопку телевизора – СТС сам придет к тебе в гости. Заведет, зажжет самые лучшие чувства. Покажет что-нибудь новенькое. Так уже этой осенью зрители увидят и обновленные папины дочки-суперневесты, и новые серии 80-х, и четвертый заключительный сезон сериала «Закрытая школа». Так что оставайтесь с СТС. Наталья Мхаян, Сергей Зинченко, СТС КМВ. Олимпиада в Лондоне прошла, но ведь спортивная жизнь на этом не закончилась. В Пятигорске открылся всероссийский теннисный турнир. В соревнованиях принимают участие 50 спортсменов разных возрастных категорий. Игры проводятся под эгидой Теннисной Федерации России. Подробности в сюжете Марии Яськовой. Когда-то большой теннис назывался джидоком. Ракеткой служила надетая на руку рукавица, деревянный щиток или кожаный ремень. А мяч набивали травой и опилками. Те времена прошли, а любовь к королевской игре осталась. В Пятигорске стартует всероссийский турнир по теннису. В соревнованиях принимают участие около 50 спортсменов. Соревнования называются «На призы мэра города Пятигорска». Эти соревнования проходят под эгидой Федерации Тенниса Российской Федерации. И называется «Российский теннисный тур». В турнире участвуют ребята не только из городов КМВ. Есть представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Ставра, Полярмавира и Владикавказа. На протяжении многих лет наши земляки показывают стабильно хорошие результаты. И занимают достойные места на этих соревнованиях. Я ездила в Сауруполь, в Таганрог. В Таганроге первое место заняла. Лермонтове первое место заняла. Рассказывать о своих победах Ангелина немного стесняется. Большим теннисом она занимается уже три года и ни разу не пожалела. За это время она приобрела новых друзей и, конечно, волю к победе. По итогам соревнований все ребята, занявшие первое, второе и третье места, получат памятные призы, кубки, медали и грамоты. Но главное, как известно, не победа, а участие. Мария Ящкова, Денис Панфиленко, СТС КМВ. На этом наш выпуск окончен. Желаю вам всего хорошего и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова